Дорогие друзья, наша программа продолжается. Всю эту неделю мы разговариваем о домашнем уюте. И этот домашний уют создаёт также вкусная еда, которую мы готовим здесь, в студии Утро ТВ. У нас в гостях бунтари уральской кухни Владимир Алькиницкий и Роман Юдин. Доброе утро! Доброе утро! Ребят, что сегодня мы будем готовить, чем будем лакомиться с утра? Сегодня мы приготовим потрясающие овощи с огорода, то есть не будем задумываться о каких-то импортных вещах. То есть возьмём брокколи, морковь и сделаем из этого бланшированные овощи и добавим в них соус песта из свекольных листьев вот таких вот. Вот мне бы вот так предложили, я бы сказала, ешьте сами вот это, знаете, нормальной еды. Давайте будем пробовать, что у нас получится. Значит, брокколи, морковка, чеснок и листья. И салатинка. Да, да. Хорошо. Ну что, давайте начинать, с чего начинаем? Я предлагаю Владимиру начать с брокколи. Нет, с брокколи. И нам нужно его пробланшировать и обработать. То есть это брокколи... Пробланшировать – это измельчить в блендере, я понимаю? Нет, нет, нет. Ну, попытка, не пытка. Что это значит всё-таки? Сварить в кипятке, ну, быстро. Ага. То есть обдать кипятком буквально минуту. А для чего? Что это нам даст? Ну, оно будет более мягкое. И мы добавим немножко туда растительного масла и чеснока, оно впитает этот вкус. И мы уже поймём, попробуем, скажем, так это не брокколи. Это пахнет, кстати? Да. Отлично. Пахнет вкусно, кстати. Главное, брокколи пахнет или нет? Да. Ну, огородом пахнет, знаете. Да, так вот это самое классное, что это всё можно просто приготовить и быстро. Так, плюс, значит, я вижу, что вы удивительным образом нарезаете морковку. Ну, вот у нас получились кудри из моркови. А что ещё? А ещё одна морковка нам добавляется. Да, мы сделаем так, как она, видите, то есть она добавляет объёма, но питательности она особо и не добавит в таком объёме. Так что я сделаю её побольше. И мы её не будем бланшировать, мы чисто просто её добавим в соус. Ну, морковка, она и так, знаете ли, съедобная и достаточно вкусная. Прозрачная. Слушайте, а что это за блюдо? Какой кухни? Уральской кухни? Уральской домашней кухни, да. Сами придумали. Какой рецепт? Почему? Есть, как сказать, старая-старая история, когда русские дружили с корейцами, вот, и всё, как это, все любили морковь по-корейски. Вот это интерпретация моркови по-корейской, но так как это всё вжилось в наш русский аппетит, клёво, классно и вкусно, я сегодня предложил с Владимиром сделать такое вот оливковое масло, ой, растительное масло, немножко чеснока и паприки. Вот это вот тоже такой же примерно вкус будет. Ну, то есть, я так понимаю, морковка, это будет не такая острая, как мы привыкли. Корейская морковка, она прям, эх, глаза наружу. То есть, это будет что-то такое, лайтовая версия. Да, утреннее. Ага. Так, а что мы делаем? Соус, да? Да, соус, песто. Делаем сюда все листья, добавляем. Давайте ещё раз, листья чего у нас здесь? Здесь листья свеклы и щавеля. Отлично. Разве можно есть листья свеклы? Да даже нужно их есть. Нет, я, правда, первый раз об этом слышу. Щавель, понятно, вкуснятина кисленькая. Так, ну вот видите, постоянно какие-то эксперименты. Итак, мы это сейчас измельчаем вместе с маслом. Вот такая зелёная кашица у нас получается. Получается, как... Итальянский песто? Только из местных продуктов. Да. Местный песто. Так, я пока нашу морковь выложу в миску, где потом всё это смешаем. То есть мы не целиком брокколи будем опускать, да? Вот не деревцами вот этими, а мы их всё-таки режем вдоль. Да, ну крупные соцветия мы режем, чтобы они быстрее сварились, чтобы... Кстати, из брокколи, наверное, можно приготовить интересный детский завтрак, потому что они, правда, очень похожи на деревья, и можно целый лес создать из брокколи, а также это полезный продукт. Особенно с утра, когда опаздываешь на работу, а ребёнка ещё в детский сад, вообще, да, деревья. Пусть это будет всё-таки полезный ужин, когда есть время и немножко потолдовать. Или завтрак выходного дня. Да. Кстати, друзья, если кто не знает, что брокколи очень полезный продукт, потому что в полтора раза больше аскорбиновой кислоты содержится в этом продукте, чем в цитрусовых, поэтому кушать брокколи – это очень полезная вещь. Ну, а если кто-то не любит, то, вот, говорю, можно это очень красиво как-то оформить. Итак, мы опустили это в горячую воду. Ещё раз, как это называется? Бланширование. Бланшировать. Сколько по времени нужно держать это в горячей воде? Ну, как закипит. Забросили, вода закипела, можно снимать. Я вижу, что вы поставили миску с какой-то водой, с холодной водой. Да, холодная вода. Лучше со льдом её делать. Ну, любые овощи, чтобы сохранить их цвет и быстрее остудить, чтобы они не перешли, ну, были не переварены. После того, как их сварили, нужно в ледяную воду. И тогда они сохраняют свой внешний вид, да? Да, они сохраняют красивый цвет, более яркий будет, насыщенный, и не переварятся. Так, продолжаем готовку. Что вы сейчас делаете? Нам понадобится для соуса чеснок. Я его раздавил таким вот движением. И есть такой небольшой секрет, что можно его нарезать таким вот образом, то есть лезвием, а можно обратной стороной. И таким образом вы создаёте ощущение во вкусе, что не слишком чесночное, как сказать. То есть у вас... Подавили чесночное. Да, получается, как чеснокодавилка такая используется. А теперь мы должны это добавить в морковь у нас. Добавляем. Таким вот образом. Так, здесь у нас тонко нарезанная морковь и чеснок. Добавляем подсолнечное масло. Хорошенько так полили. Добавим уксус. Можно 9-процентный. То есть не 70-процентную эссенцию, да? Так. Добавим немножко красного перца. Угу. Вот оно, сходство с корейской морковкой. И добавим немножко паприки. А паприка – это не красный перец? Это красный перец измельчённый, да, сладкий. Другой. А, всё ясно. Ну и чтобы всё это было круто, клёво и вкусно, мы должны добавить немножко сахара. Угу. Чуть-чуть подождать, минуты 4, сахар всё начнёт растворяться, перемешаем и готово. Ничего себе. Вот как. Так, ну а мы наблюдаем за брокколи. Брокколи практически, да, готовы. Закипело. Водичка закипела. Мы сейчас будем доставать это, перекладывать в холодную воду для того, чтобы брокколи не потеряли свой приятный, очень яркий зелёный цвет. От чеснока можно, в принципе, отказаться, потому что запах. Вот. Можно оставить только уксус, масло. Угу. Можно заменить чесночным порошком, наверное, чтобы был вкусно. Чесночным порошком это... Ну, с высушенным чесноком. Ты думаешь, все имеют дома чесночный порошок? А чесночный порошок, он не даёт такого сильного запаха? Ну, запаха не будет. Чеснока будет вкус его. Угу. Вот он выход для людей, для любителей, чтобы с людьми нужно было общаться. Есть желание помешать. Дикое желание есть помешать, необузданное. Сейчас вот. И соус, я так понимаю, мы добавляем в самый последний момент? Соус мы будем на тарелку поставить, чуть-чуть украсть на тарелку. Так, ну вот, мне кажется, тут особенно мешать-то ничего и не нужно. Напоминаю, мы здесь смешали сахар, паприку, красный перец, уксус, подсолнечное масло. Из овощей у нас здесь, значит, брокколи и морковка, а также чеснока. Мы немного сюда добавили. Если вам предстоит куда-то потом отправиться, можно чеснок не добавлять, а заменить этот чеснок чесночным порошком. Вкус остаётся, а запаха никакого не будет. Жалко, что зрители сейчас не чувствуют аромат, который у нас в студии, потому что пахнет изумительно. Ну, и очень скоро мы будем добавлять сюда соус, который мы приготовили. Это Владимир. Соус песто. Вот это красота. Кожечка. Кожечка. Так. И вот ложечка. Как-то по-особенному будем выкладывать? Нет. Ну, просто красиво польём. Надо это сделать обязательно красиво. В соус мы добавили соль и перец. Давайте напомним вообще, из чего он состоит. Это листья свеклы, щавеля, растительное масло, соль и перец. Казалось бы, такие простые вещи. Друзья, вот такое замечательное блюдо у нас получилось. Следите за нашими готовками, за нашими кухнями в социальных сетях. Мы говорим огромное спасибо нашим гостям, бунтарям уральской кухни, Роман Юзин и Владимиру Алькиницкому. Наша программа продолжается. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова